Глубоковажаемый президент, глубоковажаемые коллеги, выступать после столь блестящих лекций всегда легко и очень сложно. И поскольку Владимир Федорович в своем докладе осветил вопросы назначения лекарственной терапии больным ранними стадиями рака молочной железы, то позвольте в своем сообщении, я ограничиваюсь решением вопроса о целесообразности назначения и возможности назначения гормонотерапии у больных метастатическими формами рака молочной железы. Что же такое эстроген-позитивный рак молочной железы, если мы говорим о метастатических формах? При наличии, и в данном случае это рекомендация АСКО, при наличии любой экспрессии рецепторов эстрогенов на поверхности ядра опухолевой клетки, мы должны дать шанс больному получить гормонотерапию. Почему? Потому что больные метастатическим раком молочной железы должны жить долго и должны жить качественно. Основоположником данного направления в нашей стране, если мы говорим о качестве жизни, которая крайне важна для больных благоприятным, бяло текущим процессом, если мы говорим о метастатическом эстроген-позитивном раке молочной железы, является Сергей Петрович Боткин, профессор Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, отец пятерых сыновей, один из которых лейт-медик императорской семьи, добровольно разделил судьбу императора и был расстрелян вместе с ней. И ему уже отцу лейт-медика, который был расстрелян, в данном случае Сергею Петровичу, принадлежат слова, что представляющий больной есть предмет вашего научного исследования, обогащенного всеми современными методами, собравший сумму анатомических, физиологических и патологических фактов данного субъекта, чтобы избавить больного от случайности, от себя отличных угрозений совести и перенести истинную пользу человечеству. Основоположник отечественной онкологии Николай Николаевич Петров, имени которого носит наш институт, теперь уже национальный центр, и наш национальный центр в этом году отпраздновал свое дне на столетие, так вот в работе еще с 45-го года он отмечал, что хирургия не исчерпывается наукой и техникой, больно затрагивая человеческий организм, глубоко в него проникая. Хирургия достигает вершин своих возможностей лишь в том случае, если она украшена высшими проявлениями бескорыстной заботы о больном человеке, и при том не только о его теле, но и состоянии его психики. Это не все понимают, этому слишком мало учат. Но мы все здесь собравшись, это все понимаем и делаем все возможное, чтобы наши знания с каждой минутой, с каждым часом обогащались. В клинических рекомендациях, это американские рекомендации, европейские рекомендации, отечественные прежде всего российского общества онкомомологов и рекомендации русско-четко отмечают, что больные эстроген позитивным раком молочной железы вначале должны обязательно получать гормонотерапию при отсутствии висцерального криза. И предпочтение всегда отдается последовательному назначению линий гормонотерапии. И если же все-таки возникает прогрессирование, но отсутствуют клинические значимые симптомы, связанные с поражением печеночной ткани, выраженным болевым синдромом вследствие растяжения капсулы глиссона, сопровождающейся повышением трансиминас, или выраженное дыхательное недостаточное, сопусловленное поражением легочной ткани, выраженное поражение легочной ткани, или же эксцидативный плеврит, если этих проявлений нет, то мы должны продолжать гормонотерапию, меняя линию за линией. С чего же все-таки начинать? Ведь нас всех учили. Я вот пришла без малого два десятка лет назад, и тогда в руководстве Натальи Накентина и переводчиков было чётко написано, при метастазах печени, независимо от, тогда ещё, конечно, не так это глубоко изучалось, рецепторного статуса, тем не менее, надо начинать с химиотерапии. Ну вот больная, обыкновенная ситуация в рутинной практике. Больная, 56 лет, когда-то прошедшая комплексное лечение, выполняет УЗИ и случайно находит у себя метастазы печени, она чувствует себя великолепно. Да, раньше бы мы начали с химиотерапии, и больная бы, у больной бы быстро достиг объективный ответ, быстро бы уменьшились метастазы, мы бы это увидели на УЗИ, но пациентка бы это не ощутила, а она в полной гамме ощутила бы все побочные эффекты, связанные с облысением и метагенным эффектом, а ещё, если бы ещё наложились проблемы, связанные с фибрильной нитропинией, очень важно всегда понимать то, что в наших руках судьба пациента, а самое главное – его качество. Так вот, в работе 2003 года было показано, что да, объективный ответ, если мы начинаем с химиотерапии выше, в данном исследовании было показано, что общая выживаемость, либо мы начинаем с гормонотерапии, либо мы начинаем с химиотерапии, они равнозначны, но очень многое решило последнее исследование, опубликованное в 2016 году в аналогах онкологии, где было чётко показано, что выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость выше у пациентов метастатическим эстрогенопозитивным раком молочной железы, если мы начинаем с гормонотерапии. Посмотрите, как расходятся кривые, значит, они статически достоверны. Если мы начинаем больным с гормонотерапией, медианно выживаемость составляет 37 месяцев, а если мы начинаем с химиотерапии, медианно выживаемость в два раза ниже, а то и более. Эволюция гормонотерапии насчитывает более 120 лет, и началась она с операции Битсена, с выполнившего авариоктомию трём больным метастатическим раком молочной железы, был получен регресс изменений в молочной железе. Но прошли годы с этого момента, тогда, когда был внедрён в клиническую практику тамоксифен, препарат, который, по сути, являлся и на тот момент противозачаточным. Поэтому те пациенты, которые получают у нас тамоксифен, они очень часто жалуются на то, что у них по данному ЗИИ значимо увеличивается толщина эндометрии, связанная с тем, что это, прежде всего, препарат обладает выраженной эстрогеновой активностью. Так вот, менять, переходить с тамоксифена на ингибиторы не нужно, потому что без клинически значимых проявлений, сопровождающих повышение толщины эндометрии, нет оснований, и та польза, которую мы получаем от тамоксифена, значимо выше, чем риски, сопоставимые с продолжением тамоксифена. И, конечно, апофеозом эволюции гормонотерапии является внедрением в нашу клиническую практику чистых антиастрогенов. И два этапа основных гормонотерапии – это прежде всего хирургические, но мы чётко должны понимать, что выключая функцию яичников, мы всего лишь переводим молодую женщину из-за преми на паузу, не на паузу. И у неё как синтезировались эстрогены, так они будут синтезироваться. Если раньше за это отвечали яичники, то уже, когда мы выключили функцию яичников, эстрогены начинают синтезироваться на периферии – в жировой ткани, в мышечной ткани, в молочной оставшейся ткани, в молочной железе. В конце концов, в головном мозге из андрогенов синтезируются эстрогены под действием ферментов ароматаза. Поэтому самостоятельная опция существования авариальной супрессии, как бы мы её не выполняли, хирургически, последствием достигаем этого эффекта адреналоктомии или гипофизоктомии. Мы всего лишь навсего молодую женщину перевели в постменопаузу, а все сидящие здесь знают, насколько высока заболеваемость рака молочной железы в постменопаузе. Поэтому авариальная супрессия – исключительно дополнительную опцию, чтобы мы, в конце концов, могли назначить как ингибитор ароматаза молодым женщинам, так и фугестрант. Второй этап, он, конечно, действительно колоссален, он интересен, потому что это максифен – это первый таргетный препарат, который мы имеем, по сути, в лечении, в целом, в эволюции лекарственной терапии. И очень важно и большая гордая, что в 1937 году была защита докторской диссертацией Фёдора Леонидовича Ларионова, основоположника отечественной химиотерапии. И в этих стенах в 1947 году был впервые синтезирован имбихин и введён первому больному, страдающим лимфопролиферативным заболеванием с 1947 года, а в этом году уже 70 лет, как у нас в нашей стране развивается химиотерапия. Тот же Саба Фёдор Леонидович Ларионов, он защищает в 1937 году докторскую диссертацию, посвящённую эндокринным железам и раб. И он тогда ещё отмечал, насколько значима роль этой системы в развитии злокачественных новообразований. В 1937 году присуждается Нобелевская премия по химии за работы по половым гормонам. В 1944 году применяются большие дозы эстрогенов у больных метастатическим раком молочной железы, получают ответы, пусть не столь значимы, но вот более выраженные, объективные ответы стали получать у больных, когда стали назначаться провестины и тамоксифен. И вот с 1977 года, когда Эфдея утвердила тамоксифен для лечения метастатического рака молочной железы, с того момента наши больные получили шанс к долгому, во-первых, к излечению на ранних стадиях, а в метриметастатических формах, к качеству жизни и к долгим-долгим годам данной жизни. Если вот ещё раз просто подчеркну, если мы говорим о вариальной супрессии, то есть только это метод как компонент комбинированной гормонотерапии, ещё раз подчёркиваю, мы не можем в Адиванте просто выключить функцию яичников у молодой женщины и поставить на этом жирную точку, понимая, что у неё эстрогены всё равно будут синтезироваться через три месяца на периферии, поэтому мы ещё раз подчёркиваем, что это метод исключительно как вот вспомогательный, но очень важный, тем не менее. И, конечно, было продемонстрировано значимое увеличение выживаемости без прогрессирования на четыре месяца, но это медиана, это среднее значение, конечно, оно может быть значимо выше. У больных старшей возрастной группы по сравнению с ингибитором ароматаза, да, ингибиторы ароматаза имеют в ряде случаев, мы можем получить на них больше успех при лечении больных метастатическим раком молочной железы, но мы должны помнить, что для ингибиторов ароматаза, если у пациентка не поражены костная ткань, то очень высока вероятность развития остеопения и остеопороза, и как следствие в 30% могут развиться патологические переломы. Поэтому все пациенты, которые получают ингибиторы ароматаза, и у них на данный момент не поражена костная ткань, что бывает очень рядко при местностической форме, обязательно должны, по крайней мере, проходить денситометрию раз в полгода, и если разрежение костной ткани или остеопороза, мы направляем их, эти пациенты, к эндокринологу или остеопорологу, и там назначаются остеомодифицирующие агенты, чаще всего заледронная кислота или динасумаб. Да, ингибиторы ароматаза сравнения стомиксимена в первой линии имели преференции. Это прежде всего связано с увеличением как частоты объективного ответа, так и времени до прогрессирования и общей выживаемости. Но вот опять-таки подчеркиваю, что да, больные старшей возрастной группы – это чаще всего пожилые женщины. Тут когнитивные расстройства могут быть, и бывают проблемы, когда пациентка просто забывает принять таблетку или же вспоминает, начинает их глотать сразу много. Так вот, фулгистранты являются чистым антиэстрогеном, инъекционная форма очень удобная, поскольку мы контролируем и вводим пациентам препарат достаточно высокоэффективный. В первый месяц мы его вводим два раза, по 250 в каждую ягодицу, а затем раз в месяц по 500 мг постоянно до прогрессирования или непереносимой токсичности. Механизм действия чистых антиэстрогенов связан с тем, что мы разрушаем головку рецептора и тем самым получаем значимый эффект на фоне проведения этой терапии. Да, мы когда-то проводили фулгистрант в дозе 250 мг, но потом пришли к дозе 500 мг. Сначала, да, вот эти 250, фулгистрант в дозе 250 мг был значимо выше, чем нестероидный ингибитор ароматазы, но затем уже то исследование, которое было дальше проведено, а так как И-67, значимый маркер пролиферации на фоне гормонотерапии, значимо снижался при увеличении дозы фулгистранта, дозозависимый эффект, то мы сейчас уже в своей клинической практике не задумываясь вводим фулгистрант в дозе 500 мг. Это отражается показателями увеличения выживаемости. Качество жизни, то, о чем я говорила, то, как мы себя каждый здесь в этой аудитории ощущаем, позволяем нам заниматься спортом, ходить на работу, любить членов семьи, ходить в театр, в мечеть, в церковь, в синагогу. Это очень важно на самом деле. И вот качество жизни на фоне фулгистранта, на первых, на фоне увеличения фулгистрадозы фулгистранта не изменилось. И, кроме того, даже в сравнении с фулгистрантом, когда его сравнили с анастрозолом, то, опять-таки, качество жизни не меняется, а даже большая значимость и значимо улучшается у пациентов, которые получают фулгистрант. Да, эволюция лекарственной терапии, гормонотерапии началась. И мы это увидели, точнее, не мы это не увидели, мы не могли это увидеть, но она началась с того момента, как была выполнена авария эктомия. Потом у нас появился тамоксофен, первый таргетный препарат. Сейчас у нас есть необратимый антиэстроген фулгистрант. Но, конечно, эволюция не стоит на месте. Мы стараемся преодолеть резистентность, добавляем таргетные препараты, ингибиторы CDK, циклинозависимых киназ, или ингибиторы МТОР. Но, тем не менее, наиболее значимое для наших пациентов с эстроген-позитивным раком молочной железы – это назначение при отсутствии висцерального криза на ранних линиях гормонотерапии. И, пожалуй, давайте мы с вами сейчас немножко поголосуем. Все получили, кто регистрировался, листочки. Была большая просьба Галины Сергеевны найти Wi-Fi, Vote. Это очень легко, на самом деле. Я это уже все проделала сама. Находим Vote. Видим, что да, у нас есть интернет. Далее, любой ресурс. Набираем, голосуем, точка онлайн. Сделали многие, это, надеюсь, сидящие в этой аудитории? Сделали? Делайте. Для вас это делается. Я ответы знаю. Получилось? Подождем. Галина Сергеевна, удалось вам? Да. Ну все, тогда продолжаем. Главный человек сделал в этом зале. Дальше. Мы... Вернитесь обратно. Мы еще не проголосовали. Тестовый вопрос на внимательность. Я проговаривала. То есть, конечно, для нас это большое, грандиозное событие. Сколько... Какой юбилей научный национальный медицинский исследователь Центр онкологии имени Николая Николаевича Петрова отпраздновал в этом году. 90 лет, 100 лет, 110 лет. Пожалуйста, голосуйте. Мы проверим, как работает система. А можно воды? Воды. Еще раз? Воды, вода. А! У нас время отводится на голосование? Хорошо. Ну, надеюсь, что мы проголосовали. Кто хотел, тот проголосовал. Ну, здорово. По крайней мере, большинство знает, что в этом году наш институт отпраздновал свое 90-летие, значимые события. И, конечно, с этого момента мы вернули статус национального центра, каким он был еще 90 лет назад. Дальше, пожалуйста. Теперь мы приступим к клиническому случаю. Он очень простой, но достаточно показательный. Та вот больная 60 лет, о которой я говорила, в удовлетворительном состоянии, в котором в 2010 году было проведено комплексное лечение, секторальная резекция. Был выявлен инвазивно-неспецифицированный рак в умеренной степени злокачественности с метастазами в двух региональных лимфатических узлах. Соответственно, уровень экспрессии рецепторов эстрогенов прогестерона 8 баллов. ХЕР-2 негативный, КИ-67 низко, составляла порядка 18%. А диван на пациентке было проведено лучевая терапия на область послеоперационного рубца и зоны регионарного метастазирования с последующим приемом гормонотерапии тамоксифеном 5 лет. Так вот, эта пациентка, выполняя рентгенографию грудной клетки, выявляет метастазы у себя, приходит к доктору-онкологу на прием, мы, естественно, делаем обследование, это остеосцентография или МРТ-диффузия всего тела, и у этой пациентки выявляются метастазы в костной ткани. Причем, конечно, у нас у многих чего-то постоянно болит, а у пациентки был при этом еще болевой синдром в костях таза. Лабораторные показатели в норме и, соответственно, в данной ситуации вопрос к аудитории. Пациентка чувствует себя хорошо, у нее нет никакой симптоматики. Вот все, что мы с вами здесь прослушали, и уже из вашего клинического опыта, с чего бы мы начали, с химиотерапии или с гормонотерапии? Пожалуйста, голосуем. Так, я проголосовала. А вы? Ну, тогда продолжаем. Пожалуйста, покажите результаты. Да, ну вот три голоса все-таки еще попытаются пациентки, которая чувствует себя хорошо, назначить химиотерапию и вызвать у нее выраженную лапецию. При этом она будет чувствовать себя, у нее будет имитогенный эффект, несмотря на все возможности нашей антиамитогенной терапии. Но все-таки, конечно, мы понимаем, что жизнь у пациентки долгая. К химиотерапии мы всегда сможем подойти. И представьте себе, ну, 20 лет. Но мы начнем с химиотерапии. Будет выражено угнетение костно-мозгового кровотворения. Но что мы потом будем дальше с этой пациенткой делать? А мы четко показали, что общая выживаемость, отчасти, может, она потому и лучше, что мы начинаем с гормонотерапии, а потом у нас появляются шансы получить все последующее лечение. Следующий слайд, пожалуйста. Это, прежде всего, доказательная база базируется на том, что во всех рекомендациях американских, европейских, наших, РОМ, русско-отечественных, российских рекомендациях четко определено место вестерального криза. И при прогрессировании, при отсутствии резистентности мы должны продолжать эндокринотерапию. В зависимости, конечно, с учетом той адювантной терапии, которую пациентка получала. И вот то исследование, о котором говорил, если мы начинаем с гормонотерапии, то два раза выше общая выживаемость у пациентов, а 36 разделить на 12 – это будет сколько? Это будет практически 3 года. Или по сравнению с годом у пациентки, если мы начинаем с химиотерапии. И следующий, пожалуйста, вопрос. Какую опцию гормонотерапии вы выберете в качестве первой линии лечения? Тамоксифен. Ну, эта пациентка получала тамоксифен, и у нее метастазы развились через 10 месяцев после того, как она закончила адювантную терапию. Тамоксифеном, фулвистрант 2, ингибитор ароматазы под номером 3, четвертый ингибитор ароматазы плюс палбоциклип или фулвистрант плюс палбоциклип. И, ну, еще могла бы быть еще опция. Но на этом, пожалуй, все. Этого достаточно. Пять вариантов. Пожалуйста, голосуйте. Так, проголосовали? Ну, давайте, показывайте. Ну, смотрите, на самом деле здорово. И я согласна, что большинство в зале, те, кто голосует, но, тем не менее, это очень важно, кто все-таки набрался мужества и нашел этот... и попытался все-таки зарегистрироваться. Я что хочу сказать, что ингибитор ароматазы, да, в данном случае у пациентки, у которой мы увидели ранее прогрессирование, как только у нее была закончена одевантная терапия тамоксифеном, является... может рассматриваться опцией, и также важно, что рассматривается опция назначения фулвистранта, что также имеет место быть. И рассматривается опция, в том числе, фулвистранта с комбинацией с палбоциклипом. Да, этой пациентке... Переключите, пожалуйста. Так, там ответ. Да, этой пациентке был назначен литрозол в качестве первой линии. Почему? Вот это опять-таки то же самое терапия первой линии, как она рассматривается в рекомендациях, в том числе, например, АСКО. Здесь достаточно удобный алгоритм. В первой линии, если пациентка получала одевантную терапию тамоксифеном, и у нее ранний рецидив меньше 12 месяцев, то предпочтительной опцией является назначение ингибиторов, нестероидных ингибиторов ароматазы. Может рассматриваться комбинация фулвистранта или же комбинация ингибиторов ароматазы с палбоциклипом. Жизнь, она идет. Мы понимаем, что опухолевые клетки – это те же самые клетки организма, над которыми организм потерял свой контроль. Организм наш борется, он привыкает ко всему, и он привыкнет к любому лечению. Но, наверное, пока не произойдет редактирование генома, и мы будем просто излечены не только от онкологических заболеваний, но и от старости. Тем не менее, возвращаясь к нашей теме, пациентка получала анастрозом, и у нее через 10 месяцев на фоне первой линии терапии, гормонотерапии анастрозома, возникает прогрессирование заболевания, увеличивается количество метастазов в легочной ткани, в костной ткани, усиливается болевой синдром, при этом состояние у нее кок-1, но она даже умеренно усиление болевого синдрома чувствует, она при этом себя хорошо. Пациентка продолжает работать, она заведующая в детском саду, с детками очень активно себя ведет, то есть она активный образ жизни, и никак не висцеральный криз у этой пациентки просто отсутствует. Вот как бы в данной ситуации мы, опять-таки, назначили какое лечение? Химиотерапию или же гормонотерапию? Это уже во второй линии эстроген-позитивным раком молочной железы при отсутствии висцерального криза. Проголосовали. Ну, надеюсь, что кто хотел, то проголосовал. Следующий слайд. Да, значит, смотрим. Ну, тут мнения разделились. Все-таки пациентки без висцерального криза, мы, кто-то, ну, действительно, вполне оправданно назначение химиотерапии, но мы опять-таки понимаем, что для этой пациентки химиотерапия никуда и никогда не уйдет. При назначении химиотерапии мы не излечим больной эстроген-позитивным раком молочной железы даже при наличии висцеральных метастазов без клинических значений пунктомов от этого заболевания. Поэтому максимально мы должны назначать первую, вторую, третью линию. Здесь резистентность, она не укладывается, здесь нет шести месяцев, когда вот в первые шесть месяцев возникает прогрессирование. Вполне доступна и доступна опция гормонотерапии, она здесь более оправдана. Следующий слайд. И вот по рекомендациям, опять-таки, по алгоритму лечения рассматриваются варианты лечения гормонотерапии. Так. Больше для голосования нет возможности? Там еще был слайд для второй линии. Вот в качестве второй линии. Вот верните сейчас обратно. То, что голосование вы сейчас показали мне. Вот, замечательно, нашелся. Кто ищет, тот всегда найдет. Вопрос. Какую опцию гормонотерапии вы выберете в качестве второй линии лечения? У пациентки эстроген позитивным раком молочной железы, в одеванте у которой был тамоксифен, прогрессирование через 10 месяцев. Мы назначали в первой линии ингибитора ароматазы, опять прогрессирование 10 месяцев без висцерального криза. Что мы в данной пациентке бы назначили? Несколько вариантов. Фулвистран, фулвистран с полбокциклибом, экзамистан, экзамистан с эверолимусом, тамоксифен. Пожалуйста, голосуем. Проголосовали, надеюсь. Покажите результаты. Так, вот видите, рассматриваются опции фулвистранта с полбокциклибом. Практически 88% сидящих здесь в аудитории и голосующих рассматривают опцию фулвистранта либо в монорежиме, либо в комбинации с полбокциклибом, что закономерно и тот и другой вариант, потому что в данной ситуации мы получаем возможность увеличения продолжительности жизни больной и улучшения качества жизни. Следующий слайд. И это опять-таки подтверждается алгоритмами назначения, где во второй линии в данной ситуации рассматривается комбинация либо в данном случае даже фулвистран с полбокциклибом, либо фулвистран, что также значимо важно для этой больной. И я благодарю вас за внимание и готова ответить на вопросы. Если мне на это осталось время. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Вопросы будут? Спасибо большое. Спасибо. 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 .